Здравствуйте, здравствуйте, Виктор Николаевич. Я рад вам представить наши дорогие телезрители, телезрители, зрители следующего гостя. Это генерал-майор Службы Безопасности Украины, бывший замглавой СБУ, военный эксперт Виктор Ягун. Еще раз здравствуйте, Виктор, вы меня слышите? Добрый вечер. Добрый вечер, прекрасно. Виктор Николаевич, первое, с чего я хотел бы начать, наверное, с дел разведки. 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении спецоперации Службы Безопасности Украины, в ходе которой был задержан Виктор Медведчук, кум Путина и народный депутат от ОПЗЖ. Возможно, вам известны какие-то подробности операции, которыми можно делиться с общественностью? К сожалению, известны, но не могут делиться. Все настолько засекречено. Ну, просто ситуация очень простая. Действительно, очень много людей было задействовано в этой операции, и не хочется подставлять, потому что, возможно, эти каналы, эти источники могут быть использованы в других спецоперациях. У нас идет война, и светить людей не очень хочется. Хорошо, давайте тогда перейдем, не будем менять тему Медведчука. Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит возможности обмена Медведчука на пленных украинских военнослужащих, так как у Медведчука нет российского гражданства, он иностранный политический деятель, и мы вообще не знаем, хочет ли он какого-либо участия России в решении этой пасквильной ситуации. У меня есть такой вопрос. Насколько весомой фигурой для Путина является сегодняшний Медведчук? Смотрите, я думаю, что это очень весомая для него фигура. Он просто про это не хочет говорить. Почему весомая? Потому что не про всех людей, которые из его близкого окружения. он знает про отца, про жену, ребёнок, крёстник. Он бывает у них дома не просто потому, что ему надо было, а потому что действительно он приезжал к своим друзьям. Он действительно очень хотел, чтобы этот человек возглавил соседнее государство и таким образом семейное братство организовать. Поэтому все про это очень прекрасно знают. Почему? Потому что близкое окружение неоднократно говорило, что Путин может простить Медведчуку некоторые вещи, которые явно никому больше не будет прощать. И вот эти все моменты, да, мы даже можем вспомнить момент, когда Янукович ждал несколько часов встречи с Путиным в Крыму, а Путин вместо этого поехал в совершенно другую сторону, а после этого ещё и заехал к Медведчуку домой. То есть даже вот такое было отношение, что где Янукович, а где Медведчук. Поэтому Медведчук — это такая знаковая для него фигура. При этом то, что сказал Песков, он сказал действительно правду, в том плане, что на каком основании юридическом мы должны требовать гражданина Украины, народного депутата Украины, политика другого государства. Если никаких шагов по его освобождению не будет предпринято, это будет знак ближайшим людям Путина в том, что он своих бросает. То есть он даже своих ближайших, фактически членов семьи может предать. Это очень плохой знак, потому что в последнее десятилетие, или в последнее время он точно живёт каким-то таким своим бородским понятием. Пацан сказал, пацан сделал, пацан ответит. Ещё какие-то такие моменты у него всегда прорывались. То есть такие гопнические. А там есть очень понятные вещи насчёт того, что кинул, не кинул своих близких людей. Поэтому всё это бандформирование, которое находится возле Путина, оно очень чётко за этими вещами следит и очень чётко будет на это реагировать. Я думаю, что если будет какая-то попытка его обменять или забрать к себе, то это будет только через третьи страны. И скорее всего, что это будет Турция, потому что через Турцию уже неоднократно были проведены такие спецоперации по обмену. Там и чеченцев меняли, и русских, которые провалились. И последний обмен, который я помню, это наших политзаключённых крыльских татар меняли на каких-то русских разведчиков. То есть Турция как возможный канал обмена, я думаю, что это, наверное, так и будет через третью страну. Теоретически, кто бы мог быть сопоставимой для обмена фигурой? Не знаю. Я, скорее всего, думаю, что будет стоять вопрос о крымских татарах, то есть о политиках, о гражданских лицах, не о военных. Скорее всего, это будут люди, которые сейчас находятся в заключении. И учитывая, что Эрдоган очень хорошо относится к крымско-татарским диаппорам и очень любит, чтобы там всё-таки 5 миллионов на секундочку, а выборы никогда не забываются, поэтому я думаю, что вопрос будет идти о в обмене на каких-то политзаключённых, которые находятся в тюрьмах России. Виктор Николаевич, я хотел сделать ещё ремарочку по поводу озвученной песковым невозможности обмена гражданина Украины на гражданина России. Я вспомнил о том, как после революции достоинства Россия совершала такой обмен, когда она забирала граждан Украины, представителей Беркута, которые, собственно говоря, били и убивали людей на Майдане, они меняли на своих, вернее, на наших, правильно? Ну, то есть тогда им это ничему не мешало. Хорошо. Скажите, пожалуйста, насколько такой человек, как Медведчук, может быть ценен непосредственно украинским спецслужбам? Он может многое рассказать или нет? Я не думаю, что он многое может рассказать, только по одной простой причине, что он понимает, что все слова, которые он будет говорить, будут использованы против него. Понятное дело, что он очень многое знает. Понятное дело, что очень бы хотелось, чтобы он заговорил и начал сдавать, если не своих подельников, то, по крайней мере, те схемы, которые использовались для общения с Россией, для решения каких-то вопросов. Интересно было бы услышать про его вообще, почему он остался в Киеве и как предполагалась передача власти или захват власти, если бы у русских все получилось, грубо говоря. Поэтому вопросы, конечно, очень много интересных. Я понимаю, что у теперешней власти, у президента есть вопросы о времени, когда он активно общался с бывшим президентом Порошенко и так далее, и так далее. То есть вопросов к нему огромное количество. Я думаю, что нам надо принимать решение, надо закончить судебный процесс, получить по-быстрому какой-то там срок. Это вот привезено так же, как мы тогда провели в кратчайшее время судебное разбирательство по спецназам российским, которые были тогда захвачены на территории Украины. Это было летом 2015 года. И когда стал вопрос о том, что их надо передать, обменять на Савченко, было очень быстро проведено судебное заседание, получен результат, срок. И мы их отдали, закрыв этот вопрос раз и навсегда. Я думаю, с Медведчуком такая же ситуация может произойти. То есть мы закроем этот вопрос, будет судебное разбирательство, очень быстро получим результат. И закроем кейс Медведчука на нашей территории на ближайшие 100 лет. У меня вопрос, наверное, такой обывательский. Мне как обывателю непонятно, как вообще случилось так, что человек, который пребывал под домашним арестом, смог так легко сбежать? Почему беспрепятственно сбегают персонажи типа прокремлевского политолога Погребинского, которого там тоже уже видели в аэропорту Вены, если не ошибаюсь? Почему так происходит? Это ошибки спецслужб или что? Смотрите, это не ошибки спецслужб. Это была линия ответственности МВД. И в МВД, как оказалось, были не кроты, а такие оборотни в погонах, которые приняли в сторону тьмы и за, не знаю, за какие-то плюшки решили пойти на сотрудничество именно с Медведчуком. Поэтому операция о его освобождении и уходе от ответственности готовилась, я так думаю, что давно. И дом ему сняли тоже давно. И сейчас наша задача стоит разобраться, кто за этим стоял, кто прикрывал эту информацию, кто принимал решение в суде снять электронный браслет с Медведчука, кто принимал решение о смягчении ему наказания, пребывания под стражей и так далее, и так далее, и так далее. Все вот эти вопросы сейчас надо задавать. Понятно же, что Медведчук не просто так не убежал, а пошел парадоксальным путем, остался в Киеве, там еще надо тоже разбираться, или он ждал русских, или он просто не хотел прерывать, ну то есть, чтобы его искали где-то в Москве, не знаю, там в Европе, а он на самом деле на самом видном месте в Киеве сидит. И надо разбираться с теми представителями МВД, которые, под прикрытием которых он пытался выехать за территорию Киевской области и доехать до места возможного перехода границы под контролем ФСБ. Вы сейчас упомянули о кротах в МВД, но, насколько я понимаю, кротов хватает во всех эшелонах и сферах жизни Украины, потому что российские спецслужбы десятилетиями внедряли, вербовали, взращивали своих агентах влияние в разных сферах. И я почему-то уверен, что и в данный момент во время войны абсолютно нормально и функционально действуют ФСБшные агенты и в политической верхушке, и в СБУ, и в силовых структурах, в МВД, в армии, в религиозных заведениях и так далее. Скажите, насколько за годы независимости пропитались ФСБшниками украинские государственные структуры? Смотрите, вот это самая большая самая большая михологема, когда говорят, что вот мы все протягнуты не знаю агентами ФСБ. На самом деле агенты ФСБ не так много, как нам не знаю, хотелось, не хотелось. Они есть, они раскрываются, но быть агентом и числиться агентом и считаться там агентом это все очень большие разницы. На самом деле огромное количество денег, которое использовалось ФСБ, оно просто ушло в трубу, потому что люди, которые брали деньги, они не выполняли перед перед русскими те задания, которые перед ними ставились. Единицы, единицы действительно работали не за честь и славу, а такое, ну, то есть они реально помогали русским в получении каких-то специфических информации. людей. Но это люди, которые ишли там реально по зову сердца, потому что они были идеологически поддержаны. Все, что было коррупционно и на деньгах, оно все после 14 года реально очень быстро посыпалось, потому что люди поняли, что одно дело зарабатывать, когда им что-то там на карточку переходит, а другое дело, когда быть ответственными за противодействие реально своей стране, реально предавать, реально быть обнаруженными и задержанными представителями службы безопасности или внутренней службы безопасности, службы безопасности, то есть все это очень две большие разницы. Поэтому хочу сказать, что именно после 14 года количество людей, которые считали себя обязанными русским и которые работали на них активно, резко уменьшилось, а активность службы безопасности резко увеличилась. Поэтому у нас такие показатели. На самом деле у нас не так много провалов таких огромных, на которые можно было указать пальцем и сказать, да, вот здесь провал, потому что мы не сообразили. Это раз. А во-вторых, мы почему-то все думаем, что действительно у нас очень какие-то слабые и какие-то немощные спецслужбы, которые не могут получать информацию из недр Кремля. На самом деле это тоже не соответствует действительности. Особенно в последнее время, где огромное количество людей вспомнили, что у них дед с бабушкой из Украины, что у них мама с папой в Украине родились, что у них вообще чуть ли не украинские корни и пытаются сейчас выскочить из этой дурацкой ситуации, куда их завел их фюрер. понимаете, то есть информация идет, единственное, что надо сейчас выбираться, это инициативники или это все-таки могут быть засланные ФСБ люди, которые пытаются внедрить там дезинформацию. Поэтому ситуация такая сейчас, я бы сказал, что даже не 50 на 50, а наверное 80 на 20 в сторону службы безопасности. меня, кстати, лично меня очень радует, что вы рушите эту теорию заговора. Это очень здорово. И сейчас я поговорю с вами как с разведчиком, говорю вам спасибо, но хочу поговорить как с военным экспертом, потому что я знаю, что вы и в этой области достаточно сильны. Хочу спросить о Мариуполе, потому что как говорится в новом отчете американского института изучения войны, цитирую, российские войска скорее всего захватят Мариуполь на следующую неделю. Напоминаю отчет американского института изучения войны. Что вы думаете по этому поводу? Какой будет судьба этого многострадального города и его героических защитников? Как такового города не существует. Осталась территория, которая даже не на 80, а на 90% уничтожена, и восстановлению не подлежит это надо не знаю какие колоссальные средства для того, чтобы восстановить этот город. Зачем он русским? Ну понятно, это символизм. То есть даже как инфраструктурный объект он уже не может использоваться. Для того, чтобы поднять эти заводы, поднять и чтобы заработал порт. Я правда не знаю, зачем порт им нужен теперь, после того, после этих санкций, после того, как ни один порт мира не примет корабль, который загружался или разужался в Мариуполе к себе. То есть это такое, ну, не знаю, очень, очень символическое какое-то такое непонятное, зачем. Я бы назвал это даже первая победа, но они действительно, реально, если вот интенсивность с боем не будет уменьшена, то за неделю ситуация будет намного хуже. Но давайте вспомним все-таки вещи, которые никто никогда не ожидал от Украины. И, наверное, начнем с Донецкого аэропорта. Вот знаете, когда русские говорили, что мы можем захватить за неделю Киев, за месяц Варшаву, через какое-то определенное время выйти к Ла-Мансу, и вообще мы вторая армия мира, если не первая в Европе, все было бы прекрасно, если бы не Донецкий аэропорт, который нас задержал на 200 с чем-то там дней. Понимаете? Такая самая ситуация и с Киевом, и вообще с этой так называемой спецоперацией. То есть никто же не давал нам 51 день. Нам всем давали 48 часов, не больше. Поэтому, что будет в Мариуполе, и как наши бойцы будут держаться там, не имея поддержки уже более полутора месяцев, но это просто уникально. Я не знаю, мы когда-нибудь все-таки поставим памятник и поименно вспомним всех. То есть это тот героизм, на котором и будет наверное воспитываться наше будущее поколение и детей, и военных, и вообще Украины. поэтому все-таки будем надеяться на наших ребят. Я понимаю, что там сверхсложная ситуация. Я уже не говорю про мирных жителей, которых там около 100 тысяч осталось, если не больше. Что там происходит, это вообще какая-то сюрреалистическая картина, как они там выживают. Поэтому будем смотреть. Очень тяжелая ситуация и прогнозировать ее никто не возьмется. Сегодня президент Украины Владимир Зелянский сказал, что мы делаем все для спасения людей в Мариуполе. Подробности сейчас не могут быть публичными. Я просто не совсем понимаю, возможно ли что-то делать для жителей города, которые находятся в полной изоляции, в полной блокаде? Мне тяжело. Я не имею отношения к принятию таких решений. Я знаю, что были обращения всех более не менее причастных возможно причастных руководителей стран, там и Греции, и Болгарии, и Франции, и я даже не знаю, ну Турции надо вспомнить, турки предлагали кораблями подойти. То есть огромное количество первых лиц государства предлагали какое-то там решение какого-то там вопроса. даже предлагалось принять перемирие однодемное и дать возможность всем, в том числе и мирным, и военным, уйти оттуда, чтобы закрыть эту точку раз и навсегда. Но русские уперлись, они закрыли город, они не разрешают вообще передвижения никуда. Сейчас они приняли вообще какое-то парадоксальное решение ловить уже в оккупированных частях города мужское население и заставлять их наступать на наших защитников в Мариуполе. То есть это фактически даже не использование пушечного мяса, это просто расстрел, потому что даже оружие, я не знаю, как они будут им давать, потому что буквально до последнего времени даже были граждане Украины, которые явно не собирались воевать на стороне русских войск. То есть решения русских тоже какие-то парадоксальные. Ну, им предлагают нормальное решение, давайте уже сделайте коридор, они выйдут и вы закроете этот вопрос, и не вы не будете погибать, и они не будут погибать, и вы там можете себе на 9 мая как они собираются провести себе парад по главной разрушенной улице. Пойдут ли они на это, не знаю, но вот им надо именно как они говорят, воткнуть афинный кол куда-то. Не знаю, куда они его будут втыкать, но я точно знаю, куда мы его хотим воткнуть. Я уже смотрю на время, нам, к сожалению, пора закругляться. Опять же, много вопросов у меня еще есть, но времени уже, к сожалению, нет. Я благодарю вас за то, что вы нашли с нами пообщаться и время, и желание. Огромное вам спасибо, мира и добра. Игорь Негода.